Новое крепостное право. Так окрестили в Украине инициативу о том, чтобы нельзя было покидать место жительства без ведома военкомата. Славянск, как бы сказал Орестович, прописью не сдадут. Но тем временем украинские военные чиновники предлагают местным жителям уже эвакуироваться. Непатриотическая так называемая статистика в одной из крупнейших групп в Украине. Швейцария против конфискации российских активов, потому что это может привести к непредсказуемым последствиям. А тем временем газа может хватить не всем в Европе уже в этом сезоне. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 5 июля 20.00. И начну я, конечно же, с резонанснейшей темы, а именно решение о том, что призывники не могут покидать место постоянного места жительства без разрешения военкомов. Вообще, эта тема, она уже появилась несколько дней назад, но тогда обозначили, что вроде бы как это не соответствует действительности. Ну, давайте почитаем решение. Вот это как прокомментировал заложный. Первое. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лист в ближайшие дни со стороны военного командования не представлялось. Я напомню, что несколько дней буквально назад заявили ряд чиновников, что такой нормы не будет принято, что это не соответствует действительности, никаких препятствий передвижению нет. Но, как мы видим из объяснения, пояснения заложного, как раз таки то, о чем как бы подозревали и того, чего боялись, оно случилось. Ну, такие витиеватые, как вы видите, формулировки. Но, тем не менее, даже в патриотических, так называемых, крупных группах проводили опрос и пришли к очень такому неприятному, что ли, выводу и для этих групп, и для тех, кто отслеживает общественное мнение в Украине. Цифры говорят сами за себя. Можете посмотреть на моем телеграм-канале. Ссылка под видео. Большинство как-то оказалось не очень патриотично настроены вот к такому-то решению. И назвали многие пользователи соцсетей в Украине это все уже крепостным правом. Не за это стоял Майдан, ведь без виз, а тут, видите, даже свобода перемещения и то очень ограничена. А еще интересное решение от Министерства информации, цифры, да, там в Украине. Что ДИИ могут таки задействовать, чтобы усовершенствовать процесс призыва и взять на баланс призывников. И опять же, какое-то время назад говорили, что ДИИ не будет использоваться для пересылки или посылки повесток. Ну, как видите, информация меняется, исходя из того, что в общем меняется ситуация. Ну, а также с 1 октября на воинский учет должны стать ряд воинских и не воинских профессий женщин. Вы помните, тоже были разъяснения украинских чиновников. Это все дурня, это все придумывают, такого не будет. И вот уже с 1 октября есть некий список уже, согласно которому женщины должны также становиться на воинский учет. Ну, а пока что ситуация развивается уже на донецком направлении. Следующим образом, что военные чиновники рекомендуют покинуть Славянск. Обычно такие рекомендации как раз предшествовали о потере соответствующих городов. И я думаю, что в аналы истории войдет фраза Арестовича «Запишите прописью». Какой город будет следующий записан прописью, остается только догадываться. А тем временем появились сомневающиеся на Западе во фразе «Запишите прописью». И в частности, Телеграф заявляет, сообщает, что Украине нужна победа до осени, чтобы заставить замолчать сомневающихся на Западе. Ну, а тем временем на Западе также начинается дефицит газа. И уже ряд стран сообщили, что, вероятно, газа на отопительный сезон может не хватить. И надо что-то делать. И фактически газ сейчас один из самых продаваемых товаров в Европе. Но Швейцария вдруг засомневалась после вот этого форума, сборища о том, что нужно финансировать Украину, восстановление Украины, в том, что нужно забирать российские активы. Потому что это нарушает определенные принципы. И уже ряд стран изъявили желание, собственно говоря, свои активы в Швейцарии забрать. Если есть у вас, друзья, тоже что-то в швейцарских банках, наверное, стоит задуматься. На этом пока все. Подписываемся на Телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует.